Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, поселок Цибанабалка. Мы находимся недалеко от центра и сегодня с вами посмотрим место, куда вы можете переехать, жить к нам на юг, поближе к морю. Я сегодня с утра купался в море, водичка чистая, встретил дельфинов, пёсели к ним плавали. Это было просто великолепно. И у вас есть такая возможность, смотрите, куда вы можете переехать. Я вас хочу познакомить с застройщиком, хозяином этих домов. Представьтесь, как вас зовут? Павел. Мы находимся в поселке Цибанабалка. Он располагается в 4 километрах, если по прямой до моря. 15-20 минут езды на автомобиле. В этом поселке есть два магнита, две пятерочки, школа, детский садик и поликлиника. Уже строится вторая школа. К дому подключен 15 киловатт, 380 вольт, пробурена скважина, 35 метров, отличная вода, пресная, без всяких примасей, без песка подключен. Септик на три кольца. Здесь проложена центральная канализация. Можно подключиться без проблем. Это городская центральная канализация. Газ на соседней улице, он уже подключен. Мой покупатель дома, он вот его подключил. По этой улице также будет газификация и центральная вода. Обещают в этом году. Участок 3,5 сотки. Он угловой. Прилегающая территория, посмотрите, какая большая. Никаких строений здесь в дальнейшем не будет. Прилегающая территория отсыпана щебенкой, чтобы вам удобно было ставить здесь автомобиль. Участок огорожен забором из профлиста. Штакетник. Въезд для автомобиля забетонирован. Здесь у нас оборудован септик из трех колец. Дом полуторноэтажный. Фундамент у нас ленточный. Глубину 80 сантиметров. Стены у нас состоят из керамзитого блока. Утепление 5 сантиметров пенопласт и облицовочный кирпич полнотелый. Монолитное перекрытие. Лестница монолит. Кровля утеплена. Три слоя минеральной ваты. Сверху накрыта металлочерепицей. Вокруг дома у нас сделана отмостка шириной 90 сантиметров. Отступы от забора до дома 3 метра. С этой стороны у нас расположена скважина. Общая жилая площадь дома 126 квадратов. Включает в себя террасу 12 квадратов. Первый этаж 74 квадрата и второй этаж 40 квадратов. Давайте покажем вам дом изнутри. На входе у нас прихожая и лестница на второй этаж. Под дом у нас выполнена электропроводка и при входе у нас установлен электрощиток. Под лестницей у нас установлен тепловой узел. Из прихожей мы попадаем в гостиную. Площадь ее 18 квадратов. В ней выполнен под стяжкой теплый пол. Стены оштукатурены. Можно пошпаклевать, покрасить и также поклеить обои. Здесь у нас выполнен выход под телевизор, электрический провод и антенный кабель. Также провод под сплит-систему. К теплому полу здесь прилагается еще и дополнительно радиатор. Следующая у нас комната это спальня площадью 13,5 квадратов. Здесь нет теплого пола, но предусмотрены радиаторы. Теплого пола в спальне мы не делаем, чтобы дышалось вам легче. Это спальня номер 2. В ней также нет теплого пола. Установлен радиатор и выходы под телевизор. И сплит-систему. Стеклопакет у нас двойной с энергосберегающими стеклами. Также установлен на окнах баскитные сетки. Санузел у нас 5 квадратных метров. Также выполнен теплый пол и дополнительно установлен радиатор. Выход под унитаз, душевую кабину, раковину, стиральную машину, водонагреватель. Санузел у нас штукатурен цементно-песчаной штукатуркой. И также есть у нас вытяжка. Кухня у нас 14 квадратов. Выполнен теплый пол и установлен радиатор. Выход антенны и электричество под телевизор. Здесь установлен электрический водяной котел. Электрический котел в дальнейшем вы можете поменять на газовый. Специально для газовой котла мы вывели трубы. К этой стене мы планируем установить кухню. Для этого у нас выход здесь воды. Подключение электроплиты. Над ней вытяжка. Есть канализация, подключение для духового шкафа, дополнительные розетки для кухонной зоны и для установки сплит-системы. Лестница на второй этаж монолитная. Между вторым и первым этажом выполнена у нас литоперекрытие толщиной 16 см, армирована 12-й арматурой. Второй этаж у нас свободной планировки. Площадь ее 40 квадратных метров. Имеется два окна, выход для канализации, горячая-холодная вода для отопления. Кровля у нас утеплена тремя слоями минеральной ваты. При монтаже использовалась контррейка. Также имеется вывод силового кабеля для того, чтобы в дальнейшем сделать здесь разводку по кровле. Домик довольно-таки интересный для семьи, которая хочет переехать на юг. Я думаю, будет очень хорошим предложением. Самый главный вопрос задается, сколько это стоит. Цена этого дома в предчастовом состоянии 8,5 миллионов рублей. С ремонтом первого этажа 9 миллионов 200 тысяч рублей. Соседний дом продается на 500 тысяч рублей дешевле. Если интересно, звоните, я вам расскажу. Дома зарегистрированы и стоят в кадастровом учете. Полученное свидетельство на право собственности подходит под ипотеку. Вот такое интересное предложение для тех, кто перечитает переехать на юг. Мы сегодня с вами посмотрели домик мечты у моря. Приезжай и живи. Друзья, я вас жду здесь на побережье. Если у вас есть желание, мечта, то вот сейчас ее можно осуществить. Каждым годом не становится дешевле. Как бы вас кто-то где-то не убеждал, цены только растут. И на участки, и на строительные материалы, да и на работу тоже. Так что не упустите свой шанс сделать это сейчас. Потому что в дальнейшем может быть уже несбыточной. Всем пока!